Сегодня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. В октябре 1941 года в ходе стремительного наступления германские войска вплотную подошли к Москве, на оборону которой были брошены последние резервы Красной Армии. Советским командованием организовывались оборонительные рубежи. Жителями подмосковных городов в спешном порядке рылись окопы и траншеи, ставились противотанковые и противопехотные заграждения. Готовясь к отступлению, советские военные минировали и взрывали стратегически важные объекты – мосты, шахты, плотины, железные дороги. Несмотря на упорное сопротивление, немецким частям удалось рассечь советские войска, в результате чего в окружении попало более 600 тысяч советских солдат. В тылу врага были сформированы партизанские отряды, которые, пытаясь прорваться к нашим войскам, наносили немцам существенный ущерб. Давай, давай сюда! Где, где, сиди! Ниже крепи! Немцы! Там немцы! Ход, справа они! Товарищ военный инженер! Товарищ военный инженер! Там немцы! Где? Да, на том берегу. Уже совсем рядом. Товарищ военный инженер! За мной! Немцы! 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 Продолжение следует... 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 Например? Ну, например, преступный умысел с целью сдать врагу важный стратегический объект. Как вам такой вариант? Гипотетический. Ну, если гипотетический? Сомнения. Им нет места на фронте. Только факты имеют значение. Ну, а интерпретировать будут там, наверху. Ясно? Так точно, товарищ капитан. Ну, а в таком случае... Вот вам бумага. Карантаж. Товарищ Савельченко, вступайте и перепишите ваши показания. И пишите не то, что видели, а то, что было. Ну, а дальше все остальное решать не вам. А когда закончите, получите направление, произведенные документы, ну, и так далее. Слушаюсь. Слушаюсь. Хорошо. Да гидрит. Копать колотеть. Ну, ты там, э! Понежнее давай, не дрова везешь. Спирт не переводи. Давай, давай. Ну, чё, как говорится, дай бог не последний, а последний, не дай бог. До дна. Вперёд. Куда я под колёса? А ты чё, девка, ошалела, что ли? Девки на заваленке, а я второй секретарь горкома. Товарищи красноармейцы, нам понадобится ваша машина для перевозки раненых. Приятного аппетита. Неси! Пошёл, пошёл, пошёл. Помогайте. Пошёл, пошёл, пошёл. Помогите мне, пожалуйста. Мне помогите, пожалуйста, залезть. Ага. Опа. Семья? Жена Вера, сын Андрей. 22 июня как раз год исполнился. Богатырь и жена красавица. Соня, всё в порядке? О! Поехали! Оставь ты лошадь в покое. Оставь ты лошадь в покое. Аккуратно, аккуратно. Вот сюда, давайте, давайте. Спасибо вам, товарищ. Ещё раз извините. Да ничего страшного, всё хорошо. А как ранены? Нормально, вы меня простите, мне идти надо. Тут такое дело. Нам командованию нужно доложить, по какому поводу мы задержались в планете. Так, я поняла, если сейчас… Товарищ Егоров, товарищ… Стрельченко, Петр. Держите, если не поверят, то пусть звонят в райком комсомола. Я всё объясню. Стрельченко, Петр. Мам. Добрый вечер. Скорее уж, ночь. Мама, ну я ж просила. Кучка преступников и негодяев позорит свой народ. При чём тут Гёте? Есть будешь? Угу. Как он? Ждал тебя, конечно, но постепенно привыкает. Спасибо. Ждали. Стрельченко. Врюба. Таким образом, согласно директиве номер 148 от 29 июня 1941 года по усилению борьбы с уголовной преступностью, дезертирством и мародерством патрулю проявлять максимальную бдительность. Особое внимание уделять объектам торговли и финансово-хозяйственного назначения. При выявлении правонарушений проявлять самые жесткие меры по их пресечению. При малейшем сопротивлении оружие применять без предупреждения. Все ясно? Так точно! Для усиления каждому патрулю будет придан боец оперативно-комсомольского отряда, который почему-то опаздывает. Гражданский патруль плохая примета, товарищ капитан. Толку никакого, в случае что еще отвечать за них. Товарищ капитан, командир оперативно-комсомольского отряда Жихарева. Почему опаздываете? Объявляю вам выговор. Хорошо. Не хорошо, а есть, товарищ Жихарева. Есть выговор, товарищ капитан. Встать в строй. Инструктаж проведет старший патруля во время маршрута. Все, кто не получил оружие, следовать за мной. Остальным приступить к службе. Разойтись! Мало того, что гражданский, так еще и баба. Опять вы? Опять я. В Москву пошли. Ничего, там он устроил теплый прием. На нашу Курепп району иногда бы несколько налетов было. А у вас осколочная? Шальная. Если не хотите, вы можете не рассказывать. Да тут и рассказывать нечего. Мы должны были плотину подорвать. А тут немцы. Пришлось дупить бой. Ну, и, как назло, взрывом провод перебил. Ну, я пополз. Обрыв нашел уже в самой плотине. Скрипил провода. Кричу нашему инженеру. Рви, а он смотрит на меня. И дальше взрывок. Граната взорвалась. Ну, а потом что? Ну, потом я очнулся к другому немцу. Не знаю, почему не заметили. Наверное, подумали, что я мертв. До полского как 2Д, а там дальше в плоти. А инженер? Почему вы спрашиваете? У меня муж в инженерных войсках. Я о всех инженерах переживаю. Вера, я, наверное, должен вам сказать. Видите? Видите, вроде фонариком подсвечивает кто. А что там? Да пес его знает. Вроде склад какой-то. Это магазин. Товарищ Жихарева. А? Бегом к ближайшему телефону. Деденко за мной. Да. Ну, приятного аппетита. Тут уж пацаны. Да вы шо ж творите-то, а? Вы что, не знаете, что за такое полагается без суда и следствия? Нам сказали, все равно, скоро немцы придут. А кто сказал? Да, а ну-ка, а ну-ка, давай на выход. Давай на выход. И давай. И смотри, стреляй без предупреждения. Руки. Стоять! Стоять! Все, финиш. Прибежай. Да брось, вояка. Ну, ты же не легавый. Давай разойдемся краями. По-доброму. Так и я. О том же. Мордой вниз. И тише воды ниже травы. Ну, смотри. Сам нарвался. Я его убила? Живой. Я думал, уже все. А ну, иди. Ну, как ты, сержант? Да, жив. А что у вас? Один готов. А этот вон живой, сволочь. До трибунала. А что с этим-то делать будем? И там разбираться не будут, кто меня пырнул. Как вас угораздило с бандитами связаться? Они же вас как овец, но обои вперед себя поставили. Простите, пожалуйста, мы больше не будем. Честное слово. Комсомольцы? Ваше счастье, другой разговор был бы. Пустите их. Расстреляют же дураков. А если это взболтнет? Скажем, что не догнали. А вы завтра, в 10 часов, чтобы были около райком Комсомола, поедете укрепрайон строить. И не смейте увильнуть, я вас запомнила. Ну, что стои? Бегом марши, чтоб пятки сверкали. Ну, еще быстрее. Бегом. Двое за мной. Иди, помоги. Есть. Тяжелый гад. Давай, до Волкова. Куда взяли? Вронитан. Ну, вот и отписались. Мне кажется, по поводу сбежавших нам не очень поверен. Зато мы три жизни спасли. Вронь. Четыре. Если бы не вы, то у меня наверняка бы. Так, каждую поступил. Не скажите. Я пойду. А можно я вас провожу? Как хотите. А вы двойные, кем работали? Да, шиферил, понимала. А знаете, что Петр означает камень? Как ты не задумался? Напрасно. Хорошее имя. Значит, крепкий. Не прошибешь. Такие сейчас нужны. Моего мужа, например, Борис зовут. Значит, Борец. Он, когда на последнем курсе учился, его поставили в бригадированную прокладку высоковольтной линии. А там по линии деревья росли. И на дном дереве он увидел гнездо. А там птицы. И он наотрез отказался рубить. Вроде приказ, обязан. А он отказался. Борец. Очень зябко. Зато красиво. Это красиво? Я сейчас вам покажу, где красиво. Идемте. Это наше место. Я сюда прихожу, когда уж совсем не в мугаду. Как будто и войны нет. Душевно. Говорит Москва. Новости последнего часа. В течение ночи наши войска продолжали вести бои на всем фронте. Особенно ожесточенные бои шли на западном фронте. Близ городов Неберова, Голицына, Алимов. Вероломное военное нападение китлеровской Германии на нашу воду. Это уничтожить? Продолжайте. Несмотря на героическую сопротивление грамной армии. Это уничтожить? Несмотря на зомовность улучшения в виде врага. А учетный архив куда? Сейчас Горин приедет. Это на погрузку он решит. Продолжайте. Вера, пойди сюда. Тут учетный архив. Его куда? Все туда бросай. Это на погрузку. Что-то случилось? Да. Случилось. Только что мне это выручил полномоченный особого отдела МКВД. Борис сдался в плен. Я в это не верю. К сожалению, это установленный факт. Показания свидетелей на второй странице. Особист хотел с тобой поговорить. Я сказал, ты будешь только вечером. Зачем? Мне нечего скрывать. Ты что, не понимаешь? Чем-то грозит. Забыла, что ли, приказ 270? Об ответственности за задачу в плен. А если он был без сознания, когда его немцы взяли? Такое тоже может быть? Да все может быть. Сушка, я могу что-то для тебя сделать? Мне надо отправить мать и сына. Хорошо. До вечера успеют собраться. Можно я на меня еще раз глянусь? Левый, левый, шире шаг. Раз, два, три, шире шаг, не растягивайся. Вера, я. Вера, ну подождите, куда же вы? Вера, я должен вам сказать... Все, что я должна знать, я уже знаю. Больше ничего нового вы мне не скажете. Всего доброго. Поедешь с бабушкой на грузовике, путешествую. Да? Потом на поезде. Это наш грузовик. Чужой грузовик. Не наш. Но зато грузовик. Да, а там ты пойдешь в садик. У тебя будут новые друзья. Туда мы сейчас пойдем. А там много грузовиков. Много грузовиков, да. Но нам нужен один с тобой. Зеленый. О, видишь там? Видно. Зеленый. Зеленый, да. Вот, смотри, мы уже пришли. У тебя такая игрушка есть. Так. Сейчас. Ты теперь за главную, да? Будешь следить за бабушкой. Да? А я скоро приеду, да? Холодо. Так. Мама, я вас очень люблю. Я скоро приеду. Я скоро приеду. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо. А мешок зачем на голову надели? Ну, кто не должен знать, где это место. А если вас поймают, вам же легче будет. Спасибо. Вы эти правды не знаете. Вам тоже спасибо. Если б тогда вы нас не отпустили, значит, теперь мы в расчете. Дальше я сама. Удачи вам, ребята. Вам тоже удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Алексею в survived получил Сергей Продолжение следует... Поехали! Стоп! Поехали! 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 Ого! Поехали! Поехали! Давай идем! Поехали! 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 Удачи! 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 Ух ты! Удачи! Удачи! Удалимец! Удалимец! Благоре! Погрись! Браганцы! Пригнись! Отчистены! Ёлки-палки! Бегом! Куда? На линии! Огня сейчас! Жизнь надоела! Да куда ты, дурак? Давай! Эээ, спецвободны! Стой, 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 стой! Огонь! 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 Они, видишь, на раба взять хотели. А мы их вон как умыли. Хорошо, что я тебя засек, когда ты через лес перла. Ну, а когда тебя эти на прицел взяли, я и подумал. Спасать пора девку. Я вам не девка. Видишь ты? Ну, чтоб спасибо сказал. А что делать? Оголодали, пообносились. А ну-ка дай. Пошли. Товарищ полковник, разрешите доложить. Я вот… Подождите. Кто такая? Откуда? Готовы, товарищ полковник. Спасибо, Максудов. Как здесь оказались? Так же, как и вы. От немцев прячусь. Мы от них не прячемся, как вы заметили. Юровских! Доложите о потерях. Потерь нет, товарищ полковник. Там троих зацепило, ну, так, ерунда. Зато этих почти сорок штук. Как? Товарищ полковник, некоторым сбежать удалось. То, что потерь нет – это хорошо. А что сбежали – это плохо. Уходим. Командуйте. Есть. В колонну по два! Становись! Настроение! Ну что, вы с нами? Почему это должно с вами? Немки сегодня крайне недружелюбны. Счастливо оставаться, барышня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok